ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет вас, Амигас! Ну что ж, наконец-то вышел в картошке новый патч. Рубикон, к сожалению, 10.0 не вышел, потому что был встречен игроками чересчур бурными, одобрительными овациями. Вышел патч просто скромный 9.12, вроде ли, как там они его назвали. Вот, в нём примечательно добавили новый режим для Wargaming. Как я уже говорил, новые режимы это редкость. Я за 5 лет игры стал свидетелем только парочки новых режимов, и то 3 или 2 из них вообще внимания не стоили. Это встречный бой и штурм, когда просто на карте поменяли точки захвата и назвали это новым режимом. Я похлопал в ладоши, посвистел, поаплодировал, встал и вышел. Вот, но добавили в прошлый раз режим, как он там называется, который был как аркадный бой в улитке, даже залпы арты со стороны. А теперь добавили бой до последнего. Итак, типы боёв в этом режиме различаются составом участников. Оба типа допускают использование боевых резервов и возрождений в бою. То есть возрождений, ну это опять сам не знает где посмотрел. Значит, превосходство. Две команды по 10 или 15 рыл. В зависимости от карты. Карта в этих режимах сейчас только одна, это Берлин. Была ещё карта Париж, но в связи с трагическими событиями в Париже, карту во Франции, в смысле, карту Париж убрали. Так, стальная охота. Значит, а в стальная охота. Одиночные игроки, а также взводы из трёх игроков. В формате все против всех, то есть, ну, Deadmatch, видимо, побеждает игрок или взвод, зарабатывающий наиболее количество очков победы. Ну, давайте начнём с превосходства. Кстати, записываю пока что сейчас в новом, новым кодеком Бандикама, поэтому я не знаю, как это будет звук. Плюс сейчас обрабатываю в премьере придётся, потому что мою новую видеокарту Sony Vegas Kuda не поддерживает. Рендер стал дольше, чем на моей старой видеокарте. Я счастлив безмерно. Короче, поэтому, возможно, монтаж будет не так красиво выглядеть, как обычно это делается в Вегасе, без переходов, без всяких... Да кого это волнует, господи! Итак, значит, танки на выбор выбрать. Несколько танков или один? Так, это я командную сейчас выбираю, да? Но явно не Маус. Я думаю, что надо выбрать вот этот. Выберите машину номер два. Вот эту и машину номер три. Не, ну не Паттон. Паттон это было бы совсем уже порно. Вообще, я думаю, что будут процветать в этом режиме команды из... Вернее, техника барабанная. То есть Хэвик, 50Б и Батик. Я думаю, что будут такие команды, я не знаю. Ну, наверное, и пусть будет 62-й. Давно я что-то на нём не гонял. Ну, да Вайлан понеслась, родная. Я надеюсь, что ждать не придётся, но в режим все должны его обкатывать. Лёгких танков смотрим. Оу, ППС-чка просела. Странно, Карелия. Вообще-то, вроде как, должен был быть только Берлин. А, наверное, это в Дэдматче только Берлин Дос. Да, да, да. А в этом, видимо, все те же карты, которые мы помним, любим, ненавидим вот уже пять лет. Так. Странно, красный камуфляж. Стильно, модно. А, только где-то там на поверхности Марса, может быть, тебя бы с воздухой не нашли. Ну, подтянули немножко графончик. HD-модель танка теперь, как я вижу, не только того, на котором я играю, но ещё и все остальные танки тоже стали в HD. Ну, как вышел, как бы как появился у картошечки конкурент. Так картошечка зашевелилась. Посыпались новые режимы, новое всё, новое. Ну, Рубикон, конечно, надо флаг таскать. Вот чё-то про флаг я... Я чё-то вот читал при вас описание этого боя, про флаг ни слова не было, насколько я помню. Ну, флаг так флаг. Тогда я понимаю, почему тяжёлых танков здесь... Даже на тапочки кто-то пошёл. Безумству храбрых поём мы песни. Играть на тапочки. Блин, дикая чувствительность здесь, конечно, у меня почему-то. Я на мышке-то убавляю, но так-то оно ни хрена не убавляется. Ох, опять понятно. Та же карта, те же места, те же бои. Да ладно, чё вы гаситесь, это ж 50Б. Он там в жизни ни в кого не попадёт, наверное, если... Бам, в бестолковый затылок этого тапочка пуля прилетела. Снаряд, вернее. Ну, чё, мозг не заденет, его там нету, походу. Вот он выехал на видное место, встал. Сейчас начнёт снаряды магнитить. Давайте, пацаны, ушатывайте его. В меня, главное, никто не стреляет. Меня это радует, я наваливаю дамаг. Я не знаю, можно ли на панель вынести... Ну, включить здесь какую-то панель, чтобы видеть свой дамаг в реал-тайме. Досадный промах. Интересно, а как флаг тащить сквозь? Надо сначала врагов поубивать, так они же заспаунятся. И 50Б в ангар! Ох, да как не пробил-то! Что ж такое-то, ему чё, башню, что ли, апнули? Всю жизнь, я, блин, не знаю. 50Б это танк, который можно подбежать и пальцем проткнуть. Всунуть в дырку дуло пистолета и расстрелять там экипаж. А тут какой-то не пробил. Что это за... Я отстаю от жизни, чуваки, я отстаю от жизни вообще. Вообще, не знаю, слушайте, ну, графику подтянули, по-моему, всё-таки, молодцы. Хвалю Wargaming, подтянули. Всё стало немножко менее узнаваемо с того времени, как я ушёл. Ну, говорят обычно, что я всё критикую, критикую. Я по делу критикую. Когда мне что-то нравится, я говорю, что... Вообще-то сейчас, по-моему, мой снаряд ушёл на рикошет, но ладно. Эх, речка, небо голубое, это ж всё моё родное. По этой игре я учился играть в танки. 480... О, я заслужил... Я заслужил залп артиллерии. А на 8 удар бомбардировщика, но это, насколько я помню, ещё не было введено в последний раз. А в центре что за зона с гаечными ключами, интересно? О, ещё 50Б. Ну, как я и сказал, набирают барабанщиков хитрожопые. Хитрожопые люди. Давайте-ка, знаете, кого мы сейчас отутюжим? Да и никого мы не отутюжим. Вот он сейчас в гору поедет. Давай, арта, делай своё дело. Блин, я ещё рукой дёргаю, потому что пришлось мышку подключить, она разрядилась. И этот провод долбанный, он где-то застревает. Поэтому такие рывки бесячие, возможно, вы наблюдаете на своём экране. Ну, я стараюсь как-то смириться с тем, что этот провод дьявольски мешает. Ненавижу проводные мышки. Вот, да чё, беспроводная всё-таки кайфовая вещь. Так, это король ваншотов, я вижу, там стоит. Ох ты, он в маску пробился. Не в меня, не в меня, слава богу. Не в меня! Блядь, ору как моя бывшая. Сука, нет. Лови плюху. Втащил, блядь. Ты посмотри. Вот мудак. На 800. А чё, ты ему ваншоты вырезали, что ли? Ну, им правильно обойдётся. Я опять пошутил про свою бывшую? Кошмар. Надеюсь, она никогда это не посмотрит. Хотя, что она ещё может сделать, да? Да, ложи ты флаг на место уже, господи. Я надеюсь, что у него УВНа не хватит. Хватит УВНа. Хватает, конечно. Ну, вылези ещё раз. В ангар. Сейчас, сейчас, подожди, ПТХ. Сейчас у меня наберётся на... Да, ядрись конём! Но кто это делает? А! Окружили же демоны, окружили. Где, где, где ПТХ? ПТХ, где она, где она? Вот она. Бля, я успел, я успел. Да, я сдох, но... Я сдох, но снаряд мой полетел. Слушайте, а что у меня? Фрагов есть. Урона, я по урону, я первый. Я просто не врубаюсь. Что в этом режиме надо сделать? Мы флаг принесли или нет? Ну, выбор техники давай уже. Сантехники выбор не надо сделать. Так, тут какой-то... Хрящик ездит на ЛТшечке, я вижу. Витман. Броня не пробита. Броня не пробита. Сейчас, 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 чувак, сейчас. Вот так вот, башенку высунул и начинаешь насунуть по нижним листам. Это картошечка. Да, мастерство не пропьешь. Хоть и стараюсь, но что-то никого... О, еще один нарисовался. Тихо. Что это такое там? Дерзкое такое, маленькое... Ох, ёпта мать, наворотили. Не пробил. Так, что-то я неправильно как-то, видимо, высунулся. Пио, самый косой выстрел в этого боя. Так, давайте посмотрим, а что же это такое в центре все-таки? Интересно мне. Если я туда проскочу... Я сольюсь, наверное, сейчас, как падла последняя. Очень уж интересно. Ну да. Не моя фишка стрельба на ходу. Слушайте, они так... Блядь, да кто это стреляет? Они так целенаправленно захватывают эту точку, как будто там, я не знаю. Жизни вроде у них не прибавляются. Нет, походу я туда просто не доеду, чтобы посмотреть, потому что какая-то крыса стреляет по мне слева. Противник взял флаг, а где он его взял-то? Хамубиль, так, жопу, надо отключить мышку от зарядки, задолбала. Нихрена не понимаю, наша команда нихрена не хочет посмотреть, что в середине. Они как-то, блядь... Нашей команде интересно на базе стоять, судя по миникарте, ну это понятно. Это стандартная херня во всех играх, когда... Вот у них команда Ого-го, а у нас команда Ай-яй-яй. Во всей картохе нету столько игроков, чтобы две команды нормальные собрать. Кто-то по-любому должен играть с рачьём. Надеюсь, напихал он утром. Хотя по счёту мы вроде побеждаем, как я понимаю. Личный вклад 42, у кого больше. Бля, он там стоит и стоит, стоит и стоит. О, батик. Давай, заряжай. Ну, куда снаряды-то летят? Видимо, куда-то мимо. Так, личный вклад. С дамагом он чё-то, походу, не увеличивается. Видимо, личный флаг. Да как? Ну, откуда? Вы посмотрите, что делается. Ёп твою медь. На, тебе тоже, что-то. По-моему, это был залп арты всё-таки. Вот, артой. Тоже снёс кого-то. Да, чё-то какой-то режим. Он очень экшеновый, да, но я чё-то ничего не понимаю, что-то происходит. Да-с. Да здравствует КПСС. Что ж такое-то? Ну, куда он делся-то? Еб твою ж налево, да? А-а-а. Как быстро у меня артиллерия купится. Офигеть, тут можно просто за камнем стоять и кидать арту на всех, кто тебе не нравится. Походу. О, перезарядка какая-то классная. 30 секунд, что ли? А, ну, боеукладка. А, заряжающий. А у меня чё, не автоматическое заряжение, что ли? Видимо, нет. Отстой. Сука, интересно, чё ж там в середине-то? Мне кажется, там самые ништяки должны быть. Раз там все так туда рвутся. Смотри, не вылез. Мне кажется, что это должен быть какой-то ремонт, раз там нарисованы ключи гаечные. Вот, сводись быстрее, сводись быстрее, давай. Время накидывать по заднице. Всё понятно. Два попал, третий мимо. Так, начинается перезарядка, но это жопа полная. Аминь. Ну что, арта моя, даст ему просраться хоть напоследок-то? Да, чё-то накидывает. Ну и чё, в итоге я тут накидал 6800 дамага туда. Есть кто-то больше, есть кто-то меньше, но... В чём прикол-то, ёпта, ну флаги какие-то носят. Вот зона ремонта. Ну я чё-то не вижу, чтобы кто-то там починился. Непонятно. Режим какой-то странный, короче, но весело, а базара нет. Ну, в общем-то, то же самое, что и в прошлый раз они ввели, только теперь флаг добавили, по-моему, какой-то непонятный. Это уже, это уже не танковый Counter-Strike, это уже танковый Unreal Tournament. А, и мы победили, да? Победа! Значит, я привёз 67 Баблинского, полторы тысячи опыта. Ну, слушайте, за столько дамага полторы тысячи опыта. Что-то как-то жадно. О, кто-то девятку накидал. Красавчик. Так, ко всем хренам. Бой до последнего. Давайте посмотрим тогда, каждый сам за себя. Одиночные игроки. Автопоиск команды. Я чуть не врубаюсь, на смысле на... Так, вот это я только что играл, смотрите. Игроки в зависимости от атак. Карта, включая взводы, побеждает команда, зарабатывающая наибольшее количество очков победы, уничтожившая всю технику. Ну а флаги-то при чём? Флаги-то, ёптать. Здесь причём тоже за флаг, только каждый сам за себя. А также взводы из трёх игроков. Одиночные игроки в формате «Все против всех». Взвод из трёх игроков друг против друга будет или нет? Побеждает игрок. Или взвод. Ну давайте автопоиск команды сделаем. Ага, снова. Ну, снова барабанные танки наберу. Сейчас вообще одни барабанные. Думаю, что это оптималити. Сейчас глянем, чё будет. О, Монте-Роза, смотрите, никаких взводов нету. Мне кажется, что они не к тому режиму кнопку взвода прикрутили, поиск команды. Мне кажется, что это... Вот в предыдущем режиме, там вот взводами играть, да, в одну команду кинуло взвод. А в Дэдматче-то какие взводы, вы о чём? О, Вундервафля. Отлично вообще. Да, каждый сам за себя. Вот это круто. Вот это круто. Наконец-то Wargaming принял самелое решение. Просто и ввёл таки принципиально новый режим, которого нигде не было ещё, наверное, ни в одной игре. Надо же. Белгород. Так, и это Берлин. Нет, это Монте-Роза. Какая это в жопу Берлин? В патч-ноуте они написали, что чё-то там про карту Берлина, Париж, типа, мы убрали. В итоге я вижу какую-то Монте-Роза и никакого Парижа. Никакого Берлина. Я не знаю. Чё прочитал, то я озвучил. Возможно, слышал звон. Он не понял, где он. Ни хрена не понимаю. Так, а чё это у меня? Ой, я ещё и голдой тут стреляю. Я не бедный чувак. У меня ещё 5 миллионов серебра лежит, себе полёживает. Можно тратить. А потом придётся данные. Столько народу мне пишет, продари аккаунт, продай аккаунт. Ничего я никому не буду передавать. А видосы я записывать с чего буду? Такие забавные люди, офигею. То, что я не играю в танки постоянно, не значит, что мне аккаунт не нужен. Так, ну чего, где? Меня так быстро спалили. Теперь эстехи будут здесь крутить вообще просто. Все на всех ха-ха. А чё это такое? А, они уже друг друга плющат где-то. Я тоже хочу пострелять. Противник уничтожил противника. Шикарно. Это здесь газовая атака будет, да, под конец? О, так и стой. Сволочь какая. Блин, как 57-й долго сводится? А может мне кажется, после арматы? Ну, мне кажется, что-то ну очень долго. О, его грохнули. Даже мяускать не успел. Ну, вундервафли, естественно, будет доминировать в этом дурацком. Компротивостоянии. Вот если бы вундервафли убрали. Кто же вафельку-то уберет, вы что? Я чё-то не понял, как он появился. Прямо передо мной. Да. Водятел убит. А чё, у него ещё выстрел есть? Нету. А чё стоишь, ждёшь? Я-то пораньше заряжусь, если ничего не изменилось. Я заряжусь пораньше и надаю, типа, заднице. Куда ты там пробиваешься? Надо к дому его прижать. И это будет секс. О-оу. Два процента, блядь! Ты охренел! Зря я ему в НЛД выстрелил. Да. В НЛД стрелять была дерьмовая идея. Давно я тут не играл. Я думал, тут все на свете в НЛД. Тем более голдой. Как я голдой в НЛД его не пробил? Админы, вы чё делаете-то вообще? Я его с голду больше в жизни не куплю. Того нахера нужно, если никого не пробивает. Чушь такая, я офигею. Кстати, барабанщики здесь появляются уже наполовину заряженными. Это, видимо, связано с тем, чтобы их на респауне не угрохали. Так, чё у меня там дамага-то смешно? Вот никого не видно, вот это плохо. Ай, как-нибудь за дома пусть залетит снаряд. Сомневаюсь, что попадёт. О, он едет ещё. О, 50Б как стал быстро здесь ездить. Смотрите-ка, я помню, раньше он хреново стал разгоняться после того, как понерфили. Видимо, как понерфили, так и обратно стали апать. Чё херово, так это то, что никого не видно. Обзор такой. Ну, я думаю, что наверняка на точке ремонта кого-нибудь можно встретить сейчас. Вообще, в лёгкую. Вот если бы не было барабанщиков в этом режиме, он был бы намного интересен. Барабанщики, зло. Тут просто одни барабанщики будут играть, понимаете, в чём дело? Барабанщики, никого больше. О. Мимо нах. Отлично. Заебись. Ну и попадос. Да, хрен тебе в нос, ёптать. Задом, задом уехали, ушли, 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 ушли от вундервафли. Уходим, уходим, уходим. У неё дамаг, она разряжается быстрее. Пошла она в очко. Да, я... О. Я давно не играл. Я давно, давно потерял свой скилл. Танкисты-картошечника, поэтому... Поэтому можете мне не писать, я и сам всё знаю. Но в тыльца я зашёл грамотно сейчас. Пожар-то будет, эй. Да! Кто нагнул? Я нагнул. Очки. А, тут какие-то очки. Они не за дамаг идут, я так понимаю. Потому что вон, у чувака всего на 2000 дамага больше, а очков больше в два раза. Почему? О, 62 уничтожил 50М. Тут, я смотрю, в этом режиме будут гнуть те, у кого ангар попросторнее, в смысле по прокачиванию техника, да, чтобы не брать там 62-ку, допустим, всякую, а брать лишнего барабанщика, то есть... У меня, в общем-то, все, кроме вундервафли, барабанщики есть. Ты посмотри, как он жопу убрал, а? И на ремонт. Ну вот он встал на ремонт, смотрите. О, блядь, нихера себе моментально подчинился. Это чё за ёбты, за новости такие? Да. Ну, давайте меня теперь так же почините, пожалуйста. Через три, два, один... Ремонт, ремонт! Да. Чё, сука? Как я его не пробил в нижний лист? Объясните мне, как я его сейчас не пробил в нижний лист? Пиздец. Вы чё, апнули, что ли? Ага, только под прямым? Да-да, давай, 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 блядь. Козли нас, сука. Прицелился же, блядь. Не успею я от него съебаться, походу. Хотя... Успею за поворотик-то. Сука, тут ещё какой-то чёрт, блядь. Он разряженный, что ли? Да нет. Блядь! Последний выстрел мимо. Сука! А, и всё, это конец был. А почему? У меня ещё один танк был, вообще-то. Чё ты, нихера, не понял? Хорошо, давайте ещё разом. Давайте-ка попробуем чё-нибудь такого средненького. Блядь. Ну, бой до последнего. Вот этого возьмём с... Чё ещё есть приличного-то? А, фош у меня есть. Фош нахер не хочу. Вот этого, ну и вот этого. Почему-то я не успел на третьем танке сыграть, что странно. Только два танка мне дали. Чё-то я не понимаю, как так. По привычке нажал кнопку в бою и свернулся. О, красавчик. А, ИС-7 с буквой... А, это что, боты, что ли, или чё? Затерянный город теперь. Другая карта. Я чё-то не понял, что они всё-таки про Берлин и Париж писали. Берлин, чё-то Париж... А, вот теперь 3 на 3. Вот теперь командами всё-таки. С третьего раза попал куда надо. Ничего не понимаю, что там в патчноуте было написано просто. Ладно, хрен с ним. ИС и не стреляем друг в друга, ок. Дайте бан этому человеку. Тюлень, блядь. Не стреляет он друг в друга. Иди, блядь, чувак. Симс тебя ждёт, нахуй. Там мир, дружба, любовь. Строим дом. Чемырдяй, блядь. А он его... Это же он там не хотел стрелять. Первого ебанули. Миролюба, ёптать. Хочешь мира, готовься к войне. Не знаю, кто тут мудрый человек, который сказал эту великую цитату. Так, это тяжёлый танк. Что-то вроде написано, что у меня перезарядка 6 секунд, но на деле, по-моему, она на порядок дольше. Да, ну и вот барабанщики прут в атаку, естественно. Барабанщики в лице батшетельона, который разряжен. Мой взвод меня кинул, я так понимаю. Они куда-то поехали налево, или я не поехал за ними. Как угодно. И опять какой-то флаг все друг к другу носят. Ну при чём тут флаг? Господи, нахрен тут флаг-то? Вот зачем? Объясни, зачем флаг здесь в этом прекрасном дэдматче? Зачем здесь флаг? А, стимулировать людей не сидеть в кустах, как бы, наверное, для этого. Ну тогда логично, разумно, согласен. От кусты... Анти-кустодрочерные режимы, будем считать. Но всё равно в кустах сидят. И будут сидеть. Почему-то не пробил сейчас. Не вижу, что это за танк. Центурион. Вот видите, барабанщик выехал, накидал. Всё, Центурион в ангаре. То есть... А что 62-ка моя успела сделать? Ну, кинула 4 плюхи, да и в ангар ушла. Ну вот, смотрите, какие танки. Убивают друг друга. Видите, либо ваншотная вот эта вот ФВ, либо барабанщики. ИС-7 уже сдохли все, как 62-ки в процессе слива. То есть... Ну, я как эти режимы, в общем-то, увидел, сразу понял, что все будут тут барабанить. Кто ещё может дамагу люто так набрасывать? В задницу кому-нибудь заехал, набарабанил ему там барабанными палочками по срокотану. Накидал ему барабанных палочек. Сейчас, сейчас, сейчас. Тут кто-то ехал с задницей. А, это наш Миролюб там сливается опять. Миротворец, ёптых хренов. Ага, и Семёрка. Давай, давай, Семёрку. Давай в горочку, за ней, за ней. Давай ты, ёптых, греби ты быстрее. Она ещё и разрядилась. Мудро. Оу. Вот, ты вообще лишний. Не-не-не-не-не-не-не. Блин, сантиметр задницы убрал. Да. Наши тащат, наши тащат. Чё, у меня, 4700. Ну, теперь 40 секунд перезарядки. Да, вот минус барабанчик. Тоже... На КД, конечно, скучновато, скучновато. Маус. Ник такой, Маус 1900. Ой, блядь. Здравствуйте. Это что за респаун такой? Вы что, с ума сошли? А, блядь. Сука. Оборзел, что ли? Лови арты. Башки. Что-то я не вижу, чтобы у него там хиты куда-то отлетали. Кстати, метить цель тут на ту же кнопку, что и в армате. К слову... К слову о том, почему, что эти две игры так похожи. Ну, Е100 сзади, ну что же вы, блин, делаете? А, блядь, вот. Это кто по мне так херакнул, интересно, знатно. Бям-бям, не слабо, не слабо. Напихивают. Ну, это СТ-шка вроде какая-то набомбила. Сейчас, 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 я заряжусь. Сейчас, сейчас, блин, сейчас. Когда-нибудь наш взвод проигрывает, блин. Что за дела? Так, Е100 разрядился. Разрядился. Еще пробивается через раз почему-то, блядь, в корпус подкалиберными снарядами. Через раз. Ну, у World of Tanks своя романтика. У них свои, свои понятия. Что должно пробиваться? Что не должно? Рандом. Великий белорусской. А что в меня-то он стреляет? Что ему сделал? Мстинг. Ну, доберите его кто-нибудь. Отлично. Очень нужен мне... Нужна была мне эта плюха. Я очень хотел ее получить. О, на 8 бомбардировка. Ёптеть. Ну-ка. Сейчас посмотрим, что будет. Арт-батарея. О, уничтожил, смотри-ка. Бомбехой. Кого-то одного. Я не понял, почему проигрываю? Мы же флаги мало носим или что? Вообще врагов осталось тут. Раз-два и кончились. Ну и нас осталось три и кончились. Давайте мы должны затащить. Ой, да это ж тот самый Е-100. Да это же тот самый Диджей. Ёптвою медь. Только не... Только не в меня. Мугани неба. Как говорится. Ну и чё, где? Всё? О, не всё. Батик ещё. Чиниться стоит. Сука, я арту кинул. Флаг он взял. СТБ-1. Не знаю, кому надо на СТБ-1 играть. А вот враги с новой силой едут. Суки рваны. Вот их там вообще кодло. По-моему, они флаг подобрали, нет? А чё такое? А, всё. Кто-то набрал. Кто-то набрал нужное количество очков для победы. Кстати, забой, что-то денег мне нормально дали. Ну, по дамагу я, в принципе, в топе. Если в 64-ку не брал, в 62-ку было бы вообще хорошо. Ну, в общем-то... Да, хочу покинуть вот. Это надо с корешами играть, вот этот матч. В общем-то, слушайте, динамично, весело. Мне такое нравится. Я, в принципе, нововведения одобряю. Учитывая то, насколько здесь задолбали стандартные бои на стандартных картах уже всех. Потому что в каждом бою в одно и то же место, но я уже говорил, да, здесь уже хоть что-то новое появилось, в принципе. Так что... При всей нелюбви я, в принципе, одобряю вас. Особенно даже если учесть, что можно такими режимами... Не знаю, можно ли прокачивать технику, правда. Вроде как тут... Выбор техники 10-го уровня только, да? То есть прокачка техники, да. Выбор, если вам говорят, технику 10-го уровня. То есть на всех остальных техниках, чтобы не прокачивали технику интересно, бодро и динамично, этого, видимо, нету. Только на десятках можете отведать в новых режимах. В принципе, все новые режимы похожи друг на друга, да? Ну... Везде какие-то флаги носят. Но, в принципе, дэдмач — это, конечно, зашибись. Дэдмач взводный — это тоже. Вот тот режим, который я первый играл, да, где команда на команду, это не очень мне понравилось. Ну, это опять стандартная борода. Уже такое было, только без флага. А вот дэдмач и командный дэдмач, вот это, по-моему, уже крутизна. Практически очень хорошо, но барабанщики, конечно, там задрочат просто всех. То есть, чтобы там играть, надо иметь барабанные танки. Желательно три минимума. В общем, все сказал, все посмотрел. Так что можете свое мнение написать. Пишите, жмите, что угодно. Так что все. Адьё! Субтитры создавал DimaTorzok